всем добрый день на связи александр янюк и с вами команда твт эксперт я рад вас приветствовать на нашем обзоре фьючерсного рынка время подготовиться к новой торговой неделе погнали начнем с индекса американского доллара который остается у нас в диапазоне с одной стороны на в пользу поддержки американской валюты играет то что доходность по облигациям по чуть-чуть по чуть растет это означает что спрос на американские доллары будет потому что чем выше доходность тем выше интерес участников инвестировать в такие стабильные надежные бумаги да на долгий срок с другой стороны неопределенность в политике неопределенность с финансовыми рынками это все будет конечно негативно влиять и подрывать доверие к американскому доллару плюс инфляция розничные продажи на этой неделе выйдут данные как раз таки предварительные розничные продажи в сша это тоже будет влиять на американский доллар по-прежнему я считаю что американский доллар находясь вблизи локального максимума постепенно постепенно будет продвигаться вверх но это будет более такое боковое движение нежели импульсное мы видели уже первую реакцию лимитных продавцов которые удержали цену ну и сейчас принципе рынок до сих пор не определился в какую сторону он будет двигать цену среднесрочно и даже долгосрочно есть смысл рассматривать продолжение восходящей тенденции по американскому доллару как раз таки за счет того что доходность по облигациям будет плавненько расти павел уже сказал о том что они планируют сворачивать программу стимулов это увеличит ценность валюты дальше следующий актив начнем по порядку это у нас европейская валюта по евро судя по сот отчетам хеджеры открывали больше лонгов 17 тысяч контрактов лонг 7 тысяч контрактов short за счет этого я считаю что восходящая тенденция по европейской валюте продолжится мы с вами говорили и обозначали еще на предыдущей неделе что важным рубежом является вот этот минимум да вот вот этот уровень точнее в случае закрепления ценой ниже этого уровня лично для меня это будет означать что тенденция уже не будет с большей вероятностью продолжаться вверх до этого момента пока мы находимся выше пока вот неделька закрылась как раз таки на предыдущем уровне проторговки предыдущий лимитный уровень поддержки с которого как раз вот тут много приняли объема и с него продолжилось движение вверх я считаю что здесь цену удержит и судя по сот отчетам хеджи увеличивали объемы как раз таки плюс-минус в этом диапазоне поэтому есть смысл рассматривать среднесрочные лонг позиции дальше у нас австралийский доллар судя по сот отчетам хеджи же вот очень сильно увеличивают свою лонговую позицию да то есть они плавно плавно наращивают свою позицию и на предыдущей неделе они еще увеличили ее на 11 тысяч контрактов то есть плюс 11 тысяч контрактов лонгов было еще взято и это одно из самых длинных и сильных агрессивных увеличений позиции за вот такой промежуток времени да то есть за последних там недель 7 они достаточно агрессивно увеличили свою лонговую позицию я считаю что и среднесрочно здесь есть смысл рассматривать лонги и внутри дня тоже есть смысл смотреть в сторону лонга планирую увеличивать свою позицию то есть небольшую позицию еще держу предварительная цель это максимум вот точнее цена с которой открылся этот фьючерсный контракт это первая остановка да если получится пока что у меня мини-контракт если получится на каких-то коррекциях выносах добрать позицию вижу смысл увеличивать ее здесь однозначно большинство факторов пользу продолжение лонга по новозеландскому доллару судя по соточетам ничего сильно не поменялось здесь если смотреть между австралийским долларами новозеландским долларом более привлекательно как раз таки австралийский доллар поэтому пока что все внимание туда учитывая то что при рост новых свежих денег не было не увеличивались позиции с большей вероятностью здесь движение будет более слабым более вялым тухлым но посмотрим посмотрим так канадский доллар чувствует себя лучше остальных сырьевых валют это ну если вы помните неделю назад мы как раз рассматривали австралийский доллар это первое место канадский доллар второе место и третье место это был швейцарский франк по уровню того насколько факторы складываются в пользу дальнейшего роста вот канадский доллар на самом-то деле показал рост и движение в целом были намного круче чем в австралийском долларе здесь аналогично как и в австралийском долларе вижу смысл добирать позицию вижу смысл увеличивать ее на просадках на этой неделе выйдут данные по ввп в канаде ожидается замедление это конечно негативный фактор но вот замедление в принципе ожидается и в других странах таких как британия штаты в целом там стагнация ввп либо не растет либо даже замедляется замедляются темпы роста вот так так по канадскому доллару здесь интересным как раз будет тест уровня тест вот этой области да и уже от этой области есть смысл присматриваться дальше к лангу хотя с большей вероятностью мы уже и увидели практически все движение мы просто за флоте но если будет снижение если будет резкая импульсная коррекция к области где удерживали цену будет интересно швейцарский франк вот по швейцарцу то что я говорил в пятницу есть мысль как раз торговать от нижней границы вот этого диапазона сторону ланга судя по сот отчетам хеджера еще увеличили свою ланговую позицию еще на 10000 контрактов поэтому в данном случае это второй актив где агрессивно набирается длитель уже длинный промежуток времени набирается ланговая позиция со стороны хеджеров с большей вероятностью не дадут нам уже протестировать вот этот минимум поэтому часть позиции буду брать от нижней границы диапазона если вдруг конечно же дадут то здесь доберу поэтому не стоит сразу залетать большим объемом есть смысл этот объем взять часть и вторую часть в случае провала добрать all right но здесь однозначно лонг приоритет сохраняется по британскому фунту выйдут данные по ввп выйдут данные пимой ввп стагнирует даже немножечко замедление вот пимой пимой ожидается неоднозначные данные ожидаются с большей вероятностью не пойдут по стопам китая потому что есть уже мнение есть уже подтвержденные мнения что китай опережает опережает остальные экономики на три месяца соответственно с опережением у китая начали выходить данные пимой все хуже и хуже и вот сейчас у других стран снова выходят данные хуже точнее не снова выходят данные хуже китай как лар как 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 опережающий индикатор кей так вот по британскому фунту хеджеры увеличили свою лонговую позицию на 14 тысяч контрактов целом она у них практически нейтральная поэтому здесь особого смысла рассматривать лонг приоритет нет только в случае если американский доллар будет снижаться вот тогда мы можем увидеть восходящее хорошее движение по британскому фунту но пока что пока я не вижу смысла заходить среднесрочно дополнительных факторов в пользу ланга нет поэтому пока без внимания вот тест вот этого минимума здесь будет интересно присмотреться к лангу то есть если мы пойдем против тенденции высадим всех участников лишних пассажиров вот там можно будет рассмотреть он к сценарий если же такого не произойдет то с большей вероятностью мы за флоте между двумя уровнями объема по японской и не шорт приоритет сохраняется здесь есть смысл ждать восходящих каких-то коррекций импульса вверх и от этих импульсов работать в шорт то есть идеально конечно от уровня объема уровня на меньших выплат по опционам если дадут поэтому особо сильно опять же разгоняться не стоит стоит дождаться просто хорошей качественной точки входа в шорт и ее использовать вот там можно будет взять побольше объем но шорт приоритет пока сохраняется есть четкая закономерность корреляция между доходностью облигаций в сша и курсом японской иены доходность растет ожидается что она и дальше будет расти потому что стимулы сворачивают японская иена падает ожидается что и дальше будет падать пока доходность растет так по валютам все если у вас будут вопросы пишите в комментариях под этим видео bitcoin на самом деле на спот рынке он уже немножечко отскочил со своих локальных минимумов протестировал отметку 41 еще разочек даже чуть ниже на фьючах затаскивали по биткоину пытаются удержать область 40 но с большей вероятностью ее не удержат очень красивое число 40 очень важный психологический уровень для многих и это минимум вот предыдущих импульсов многие смотрят это технически крутой уровень здесь как раз таки и стопы будут сосредотачиваться и здесь в принципе неплохо наращивать лонг позицию но я считаю что так как мы не все мы не смотрим что всем удобно круто мы дождемся ситуации с выносом как раз отметка 38 там где сейчас расположена лимитная поддержка там где лимитные покупатели крупные покупатели ждут цену чтобы принимать продажи вот мы с вами будем будем плюс минус там же рассматривать покупки пока лонг приоритет здесь отсутствует но вот с пробоем 40 с вот этим первым импульсом где он прется вот там и как раз можно будет его подбирать имеется ввиду импульс пробития 40 девочка закрывается дневной таймфрейм дневная свеча либо четыре часа чтобы уже понимать что выдохлись продажи ликвидировали стопы слабые руки вышли из рынка вот там можно будет сыграть на разворотик так bitcoin есть давайте посмотрим другие сырьевые активы к примеру это у нас нефть нефть лонг приоритет пока сохраняется до момента пока по плюс не сделает хоть что-то пока они не увеличат добычу либо не знаю могут начаться геополитические проблемы что-то в таком ключе китай может начнет снова распродавать свои стратегические запасы до этого момента лонг приоритет сохраняется и коррекции я буду использовать для того чтобы рассматривать внутри дневные лонг позиции пока шорт здесь не хочу использовать все слишком побычи настроено поэтому ловить развороты здесь будет себе же хуже золото по золоту учитывая то что также существует тесная корреляция между доходностью вести и облигации сша и ростом золота учитывая то что ожидается пока что ожидается что доходность облигации будет расти с большей вероятностью золото покупать не будут почему потому что рынок живет ожидаем ожиданиями цена формируется за счет ожиданий если доходность вести у нас ожидается что будет расти значит ожидается что золото не будут подкупать поэтому с большей вероятностью они она продолжит свое снижение по текущему нисходящему тренду плюс я хочу отметить что открыто интересно вот этом падении уже начал расти он рост точнее соответственно участники рынка несут новые деньги в рынок шорт именно поэтому я считаю что в ближайшее время не стоит рассматривать среднесрочных лонгов есть смысл рассматривать среднесрочные шорты там внутри дня более безопасно работать от шорта так на этой неделе будет выступать госпожа лагард бейли паул все все будут выступать и они будут говорить как раз о будущих монетарных стимулах сворачивание этих стимул об ужесточении политики увеличение ставки будут обозначать строк на сроки и будут спрашивать по поводу этого поэтому инфоповодов будет достаточно много для того чтобы эти ожидания либо укрепить либо опровергнуть и соответственно под весь этот шум с большей вероятностью будут как раз таки укреплять веру участников рынка вскоре ужесточение монетарной политики плюс данные pmi тоже повлияют в том числе они сильно повлияют на медь да не стоит забывать что медь основной промышленный металл соответственно если промышленность замедляется а данные по pmi будут выходить в британии сша и китае соответственно если pmi будут выходить хуже как ожидается аналитиками то это повлияет и на котировки меди если в промышленности хуже значит медь уже не так нужно и поэтому с большей вероятностью медь будет снижаться так all right погнали дальше значит медь short приоритет на ближайшее время но опять же стоит дождаться фактических данных и тогда уже принимать решение до этих данных могут прям хорошенько вытащить выше вот этого локального максимума и дальше мы уже просто прокатимся вниз следующий актив сырьевой то в принципе пшеница она достигла целей поэтому здесь особого смысла заострять внимание нет есть смысл среднесрочно опять же смотреть в лонг если у нас пуп пройдет коррекция можно будет рассмотреть работу на продолжение так как хеджеры по-прежнему увеличивают и удерживают неплохую лонг позицию а когда даже они покупают с большей вероятностью у нас произойдет хорошее движение плюс хочу также отметить что они плавно набирали позицию на вот этом всем снижение соответственно им как минимум нужно некоторое время для того чтобы разгрузить позицию и чаще всего это заканчивается вот плавными плавными вот такими движениями вверх тогда они уже разгружаются ну и плюс увеличение позиции не происходит а наоборот сокращение увеличение шортов подошел газ к точке где его интересно уже рассматривать шорт поэтому шорт приоритет сохраняется здесь есть смысл как раз таки искать вот эти выходы вверх и движение вниз рассчитывать на движение вниз плюс еще как раз прошло то время пока ну первое первое время после экспирации особо смысла торговать нет потому что еще проходят расчеты открываются все новые позиции формирует закладывается фундамент для формирования новых трендов и вот как раз это время уже прошло есть смысл здесь уже присматриваться к старшим таймфреймом какие у нас сделки появляются очень сильные закрытия пятницы ничего не скажу но у нас вот как раз дальше начинается область сопротивление мы видели как продавцы вытолкали с этой области как у покупателей не хватило сил закрепиться выше прям задавили то есть продать для продавцов вот эта область это контроль контроль продавцов выше этой области есть смысл ставить защитные стопы но здесь достаточно много поэтому есть смысл рассмотреть покупку путь опциона фондовый рынок давайте посмотрим на фондовый рынок тоже закрытие было достаточно сильным сначала нас давили продажи первую часть сессии 1 первую половину дня но под закрытие сессии вы купили и закрепились даже выше уровня почему поставил эту среднюю скользяшку потому что все чаще и чаще ее упоминают в сми и участники рынка реагируют да то есть они видят что закрылись выше скользяшки этой 50 все супер восходящая тенденция продолжается и с большей вероятностью продолжится когда рынок длительный период жил ожиданиями в непонимании будет сворачивание не будет павел в этом году может начнет сокращать стимулы в следующем когда уже когда ставка вырастет и это все не позволяло построить дальнейших планов сформировать дальнейшие тактики поэтому участники рынка просто ждали фиксировали свои результаты конец сентября окончания финансового года для многих компаний они проводили ребалансировку это все нормально текущая коррекция она в рамках ожидаемой вот и сейчас эту коррекцию начали активно выкупать супер больших объемов здесь мы не видим все тащится за счет розничных покупателей все тащится за счет уже инерции то есть свежие деньги там сильно не приходят мы видим что постоянно происходит контратаки нету ярко зеленой дельты на восходящем рынке что свидетельствовало бы о том что это органически здоровый рост сейчас нет но закрепление выше 50 скользящий это как раз повод для многих присмотреться к лангам я же считаю что мы не сможем перебить максимумы вот эти и все равно мы будем продолжаться болтаться вот таком боковике с нотками снижения потому что на текущий момент нету драйверов для дальнейшего роста все говорит в пользу того что в ближайшее время мы либо будем стоять в боковике либо даже будем снижаться у нас инфраструктурный проект висит потолок госдолга подняли но там еще все равно остаются проблемы минфин будет занимать большое большие объемы на рынке все склады и плюс плюс да скоро сезон отчетности а лето летом не было супер такой активности розничные продажи по чуть-чуть снижались деловая активность тоже не блистала скажем так соответственно с большей вероятностью отчеты будут чуть хуже предыдущих ну точнее лучше чем двадцатом году спору нет там все стояло все только начинало восстанавливаться но темпы восстановления темпы роста будут намного хуже чем там девятнадцатом восемнадцатом семнадцатом годах только некоторые компании которые были бенефициарами этого восстановления покажут хорошие результаты все остальные они большинство как раз ожидается что gps будет расти с меньшими темпами чем в предыдущих периодах пока драйверов нету соответственно рынок немножечко перегрет мы уже выполнили да за первых полгода snp выполнил годовую среднестатистическую норму и поэтому все меньше и меньше денег сейчас туда уходит туда направляются используют точечные покупки точечных компаний так аналогичная история по nasdaq тоже закрыли как раз в уровень закрыли в уровень где у нас вроде бы пытались покупатели удержать цену но им не удалось здесь как раз продавцы включились в работу поэтому очень важно будет закрепиться выше этой области закрепление выше закрытия вот к примеру понедельника либо вторника выше этой области будет сигнализировать нам о том что с большей вероятностью мы покатим к верхней границе не факт что он совсем не факт что мы ее пробьем технологический сектор один из тех которые будут страдать от сворачивания стимулов вот но если закрепление не произойдет если мы не сможем пробиться выше вот этих кластеров то с большей вероятностью мы как раз и вот этой области покатим вниз вот такие идеи на эту торговую неделю ждем данные по индексу потребительских цен в европе pmi в китае и сша розничные продажи в австралии также данные по ввп и выступления председателей центральных банков они будут вносить ясность в дальнейшие планы в дальнейшую монетарную политику всем хорошей торговой недели пишите ваши вопросы в комментарии если понравилось видео и узнали для себя что-то новое поставьте лайк этому видео на связи счастливо